Всем привет! Вы находитесь на канале Skyline Explorers, а сегодня мы отправляемся в Карелию. Оставайтесь с нами, будет интересно. Рано утром выдвигаемся в поселок Пиозерский, где находится визит-центр парка Панаярве. Также, что немаловажно, здесь находится последняя заправка перед въездом в парк. Бензин здесь только 92-ое и дизельное топливо. Бензина хватает, говорят, на три дня с момента завода. Сегодня второй день. Мы бензином запаслись заранее, поэтому мы решили не заправляться. Магазин Магнит в Пиозерском, в котором есть абсолютно все, кроме мангалов. Мы приехали в визит-центр Панаярве, который находится в поселке Пиозерский. В визит-центре оформляются все туристы, прибывающие в парк. Иногородние туристы по предварительной заявке оформляются с 8 до 19 часов без выходных. Планируйте приезд в визит-центр заранее. Мы получили экскурсионную путевку и разрешение на посещение Панаярве. Все это заняло около 45 минут, а теперь поедем в парк. От визит-центра до парка ведет дорога без асфальтового покрытия. Среднее время в пути до въезда в парк полтора часа. Большое количество мелких острых камней может представлять опасность для шин вашего авто, поэтому на этом отрезке лучше не разгоняться. По информации от егеря, незадолго до нашего приезда работал грейдер, поэтому дорога относительно ровная, без крупных ям. Национальный парк Панаярве – это один из сохраненных уголков дикой природы на северо-западе Карелии. Он был образован 20 мая 1992 года. Это особо охраняемая природная территория федерального значения. Своим красивым певучим названием парк обязан уникальному озеру Панаярве. Мы приехали, припарковали машину, проезд дальше запрещен, и мы идем искать наш домик. Мы нашли нашу избу, в которой мы будем жить три дня. Давайте посмотрим, что там внутри. Кострище, дровник, моющие средства, вдали туалет, два ведра, стол, спальные места для четверых человек, еще спальные места, небольшой стол. Опись всего и необходимая информация. Черника здесь просто везде. Сортир. Итак, чем оборудована у нас кухня? Чайник, сковородка, две кастрюли, место для костра. Только мы начали разбирать вещи, и к нам прибежал гость. Оформление нашей группы из четырех человек в визит-центре и брифинг с егерем занял 45 минут. Даже не верится, что в этом огромном парке находится всего лишь 100 человек. Попасть в него можно, только заранее забронировав себе жилье. Жилье здесь состоит из гостевых домиков, как их называют здесь избами, и мест под палатки. Бронировать их нужно заранее. Как правило, в апреле все домики на лето уже заняты. Наша первая остановка. Остатки от деревни, которая когда-то здесь была. Она называется Вартиолампи. Пойдем посмотрим, что здесь есть. Карта деревни. Здесь, на этом месте, когда-то был дом Ласи Архипова. Здесь совсем нет пешеходных троп. Чтобы добраться до другой таблички, нужно пройти сквозь заросли Иван-чая. Причем сделать это нужно максимально аккуратно, чтобы ничего не повредить. Редактор субтитров А.Семкин Деревня Вартиолампи до Великой Отечественной войны была самой приграничной. От бывшей деревни осталось сейчас широкое открытое пространство. Здесь, на хорошо удобренных десятилетиями бывших полях, растет множество луговых трав, занесенных сюда земледельцами. От домов остались только ямы от погребов. В южной части поляны, в Ельнике, находилось местное кладбище. Расположение домов в старой деревне отмечено информационными знаками. В середине урочища восстановлен старый карельский дом. В доме открыта экспозиция карельского быта начала 20 века. На этом месте было когда-то кладбище в деревне. Мы начинаем наш путь на водопадке в Акокоске. Машину оставили на парковке, идти нам около четырех километров. Егерь сказал нам, что несколько дней лили дожди, поэтому дорожка здесь такая, тропинка мокрая достаточно. Сейчас будем смотреть, что будет дальше. Заболоченные участки пути закрыты мостиками. Бобры хорошо поработали над рядом деревьев. Заболоченные участки о еж ult в Счастье приклеивали границу на сайту кладбище, Это гора Кивакана, которую мы послезавтра будем совершать восхождение. И слева мы видим водопад Киев Кокоски. Это место настоящий природный театр. С сеансом, который длится уже тысячи лет. А что показывают, вы сейчас увидите. На реке Оланга расположен порог Киев Кокоски. Главная достопримечательность национального парка Панаярви. Шум падающей воды слышен за несколько километров. Сейчас это самый крупный нерегулированный порог в Карелии. Его высота около 12 метров, а среднегодовой сток воды составляет 63 кубометра в секунду. Сравните это с количеством воды, которое вы тратите в месяц в своей квартире. Впечатляет, не правда ли? Русло порога Киев Кокоски довольно широкое. Разбито скальным островом на две части, в одной из которых расположен водопад. А в другой вода скатывается по широким скалистым ступеням. В начале прошлого века по порогу Киев Кокоски сплавляли бревна. Для чего была построена каменная дамба. Чтобы их потоком не выкидывала на берег. И эта дамба сохранилась в идеальном состоянии до нашего времени. В это очень сложно поверить, но мы единственная группа, которая сейчас находится на этом маршруте. Мы рассчитывали, что проведем на Киев Кокоски максимум час. Сейчас пошел четвертый. И никто из нашей группы не хочет отсюда уходить. Буквально в 50 метрах от водопада. Есть беседка для отдыха. Мы начали наш путь вдоль реки Аланга обратно к парковке, от которой мы на машине поедем к нашей избе. Всем до завтра! Доброе утро! Взяли лодку и отправляемся на шестичасовое плавание в озеро Панаярве. В национальном парке Панаярве более 120 озер. Самое большое из них – Панаярве. Это самое насыщенное кислородом озеро в мире. Оно отличается чистой водой, что образует уникальный микроклимат. Длина озера 23,5 километра, ширина до 1,5 километров и глубина до 128 метров. Западный берег озера расположен всего в 4 километрах от российско-финляндской границы. Пришпортовали мы нашу лодку и идем на очередной водопад. Кроме нас здесь еще две группы на лодках. Плыли мы около 1 часа 20 минут. Если повернуть направо, то можно прийти еще на одну туристическую стоянку. В озеро Панаярве впадает несколько рек, а вытекает одна – Оланга. Озеро очень богато рыбой, оно находится на территории национального парка, и поэтому браконьерский лов здесь полностью исключен. Для рыбалки на озере Панаярве необходима лодка, но важно заметить, что здесь запрещается использовать свои плавательные средства и моторы. А для рыбалки необходимо оформить разрешение в визит-центре. Вперед по бесконечным черничным полям. Буквально 5 минут и мы около водопада Ментюковски. Очень прикольное зрелище, я не знаю, видно вам или нет, но вот здесь вот радуга. Замечу, что на каждом туристическом объекте в Панаярве есть не только оборудованная беседка для отдыха с дровником и туалетом, но также хорошо оборудованы смотровые площадки. И как мы с вами уже видим, шансы встретить других туристов здесь совсем невелики. Поднялись на горку, на небольшую, за видами, а нашли кокуны какого-то животного, предположительно оленя. Немного страшно к прохождению тропа. Внизу обрыв метров 20, наверное. Здесь вот нужно умудриться, как пролезть. С тобой еще все мягкое из-за того, что есть корни и мок. Природный бордюр. И черные ягодки. Интересно, что это за ягоды такие. Прямо все мягкое под тобой. Обманчивая почва здесь очень. Природный бордюр. Субтитры создавал DimaTorzok Прямо на берегу озера стоит баня, в которую мы пойдем через два часа. Субтитры создавал DimaTorzok После бани как будто рождаешься заново. Но несмотря на то, что еще светит солнце и погода на улице плюс 19 градусов, мы одеваем ветровки, потому что здесь просто дофигища комаров. Нужно обязательно защищать себя и пользоваться репеллентами. Пока девчонки домываются, мы разжгли костер и поставили чайничек. Сейчас попьем чай. Вкусный-вкусный. И будем готовить ужин. Вечереет время 10 вечера. Сегодня 16 июля. А здесь, в Карелии, еще даже солнце не собирается садиться. Пойдемте посмотрим, что происходит на берегу. Доброе утро. Сегодня у нас опять большие планы. Мы переезжаем из нашей чудесной избы Панаярве на палаточное место Оланга-2. Мы приехали на наше парковочное место на сегодня Оланга-2. Какие здесь открываются виды. Ставим палатку буквально в 20 метрах от воды. Наша беседка. Кострище. Дровник, два туалета. Рядом находится площадка Оланга-1. Идем за питьевой водой. Вся вода во всех водных источниках, будь то это река или озеро, на территории заповедника является питьевой. Мы ее пьем уже два дня. Ничего страшного с нами не произошло. Пока. Мы установили наш небольшой лагерь. Сейчас мы пообедаем и пойдем на гору Кивака. Пора пить чай. Идем на гору Кивака. Высотой 499,5 метров. Путь длиной в 5 километров. Это лишайник усния длиннейшая. Он является природным индикатором абсолютной чистоты воздуха. Предпочитает селиться в ненарушенных лесах. Усния длиннейшая в большом количестве содержит усниновую кислоту. Эта кислота оказывает сильнейший антибактериальный эффект. Несмотря на полезные свойства у снея, ее здесь очень много. Это объясняется тем, что на территории парка запрещено срывать любые виды растений и наносить ущерб природе. Здесь также как везде обустроены места для отдыха. Можно брать воды из ручья, если у вас закончилась в бутылке. И взять с собой, чтобы пить. Мы дошли до висячего болота и увидели здесь альпийского пухоноса. Идем дальше. Чем выше мы поднимаемся, тем больше лишайника мы видим на деревьях. Это лишайник лобария легочная. Его основной враг, как и у снея, загрязненный воздух. В прошлые века из-за сходства с тканью легкого лобария применялась при лечении легочных заболеваний. В народной медицине до сих пор используется как средство против легочных заболеваний в виде отваров, а в традиционной индийской медицине – при кровотечениях и дерматитах. Один час и десять минут в пути. Осталось где-то, наверное, треть примерно. Я думал, что будет сложнее. На самом деле, очень комфортный подъем. Поднимаясь выше, мы дошли до обзорной площадки, с которой открывается гора Нуарунин. Это самая высокая точка Республики Карелия. Ее высота 576,7 метров. Здесь кто-то тоже, видимо, желание загадывал. Строили башенки. Гора Кивака является третьей по высоте вершины в Карелии – 499,5 метров. Несмотря на то, что Кивака немного уступает высоте своей соседки горе Нуарунин, она вполне может соперничать в красоте и величии. Возраст горы – более 2 миллиардов лет. Само слово «Кивака» в переводе с Амского означает «каменная хранительница». Туристы идут на Киваку ради видов, которые открываются с вершины. Виды действительно такие, что дух захватывает даже убывалых путешественников. Кивака – это самый расслоенный горный массив на территории Европы и самое крупное саамское святилище на территории Карелии. Старовозрастные девственные леса, висячие болота, самые южные горные тундры в Феносканде, самое большое скопление сейдов. Субтитры создавал DimaTorzok И буквально пару слов о сотовой связи. Ее здесь нет совсем. Вообще нет ни интернета, ни звонков, ничего. Только сюда, поднявшись на гору Кивака, у одного человека из нашей группы, из четверых, поймал сигнал одной из сотовых сетей. А так, будьте готовы к тому, что будете без связи в течение всего времени нахождения в парке. Огромные валуны, которые в живописном беспорядке разбросаны на вершине горы, носят название сейды. Сейд – это место поклонения первых жителей этих мест – саамов. Считается, что это колдовские камни – своего рода культовые сооружения древней народности саамов, населявших эти земли сотни лет назад. Многие из этих камней поставлены на другие, более мелкие камешки, словно на ножки. По одной из саамских легенд, рыбаки, уходя в море, оставляли часть своей души на берегу в каменном сейде, чтобы в случае их гибели ее не сожрало некое чудовище. Некоторые сейды использовались в связи с календарными или иными событиями. По одной из легенд, в каменный сейд обращались люди. Вот под этим сейдом лежит конфетка. Кто-то положил ее. Для духов, которые обитают в них. Видим знакомые места. Вон там расположена поляна, с которой мы вчера шли на водопад Кевкокоски. А вот и сам водопад. Вот это расстояние – 4,5 километра, которое мы преодолели за час в одну сторону. Интересный знак на самой вершине – триангуляция правления военных топографов. Коварство карельской погоды. Солнца нет, прохладно. Одеваешь на себя и кофту, и ветровку, и становится комфортно. Появляется солнце, ветровку снимаешь, и в кофте тоже жарко. Только снимаешь кофту, опять бежит туча, и опять все начинается заново. На противоположной стороне вершины будка с антенной. Там еще лежат какие-то приборы. Я думаю, что, возможно, здесь когда-то была метеостанция или что-то типа того. Но ничего здесь интересного нет. Кроме, конечно же, вот такого шикарного, потрясающего вида. Тихо, тепло, спокойно, красиво. И никого, кроме нас, здесь больше нет. Это просто невероятно. В очередной раз мы не заметили, как пролетело время. И пробыли на вершине горы Кивака 3 часа. Пора выдвигаться обратно. Время уже 8 вечера. Идти обратно около полутора часов. Завтра выдвигаемся в Кем, чтобы послезавтра поплыть на Соловецкие острова. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал.